Всем доброго дня! Это Гелиосар и История просто. История Древнего Мира, 5 класс, за авторством Колпакова и Селунской. Шестая глава. Культура Древней Греции. Параграф 35. Религия Древних Греков. Греки обожествляли явления природы и населяли окружающий мир множеством богов. Они верили, что в лесных рощах обитают мелкие божества, оберегающие деревья, животных и птиц. Их называли сатирами и изображали в виде людей, обросших снизу густой шерстью, с козлиными ногами и ушами. Кто же козлинами? В каждой реке жили богини воды, золотовласые нимфы. Эллины обожествляли луну, утреннюю зарю, ночь и солнце. Ну и практически все явления природы. О том, как они себя представляли мир, рассказывают мифы. Вот пример. Едва заходит солнце, как на темнеющий небосквон, выезжает на запряженной черными конями колеснице богиня ночи. Она укутывает черным покровом землю и наступает непроглядная тьма. Затем на небосквоне появляется повозка вечно печальной богиня луны. Ее медленно влекут по небу могучие быки. Повозку богиня луны. На голове богини сияет полумесяц, освещающий землю серебристым сиянием. Закончив свой путь на западе, повозка луны спускается с небосвода, а на востоке появляется богиня утренней зари Эос. На отливающих пурпуром крыльях она взмывает в небо и окрашивает небо в багряные тона. В руках Эос золотые сосуды, из которых богиня льет на землю сверкающую росу. Вслед за зарей просыпается просыпающаяся природа. Радостно приветствует восходящего бога, солнца Гелиоса. В своем лучезарном венце он мчится по небу в золотой колеснице, запряженной четверкой крылатых коней. Вспомните, как представляли себе бога солнца и ежедневную смену дня и ночи древние египтяне. У древних египтян, здесь надо заметить важное отличие, верховным богом был именно как раз-таки бог солнца, бог Ра, который на сверкающей ладье пересекал небосвод и потом уходил через пещеру в подземное царство, на котором двигался обратно к востоку. Вот это, собственно говоря, был бог. Причем, бог Ра, бог солнца, он был верховным богом у египтян, а у древних греков, Елиос, бог солнца, он был всего лишь богом второй ступени, а вовсе не первой. Олимпийские боги. По представлениям греков, верховные боги обитали на высочайшей горе Греции, Олимпе. Там, в заоблачных высях, стоит покрытый золотом медный дворец. В нем на высоком троне восседает верховный владыка, отец богов и людей Зевс. Он повелевает громами и молниями, которыми мог же поразить любого непокорного человека или даже бога. Зевса греки изображали с орлом, символом власти, на плече и связкой, пучком молний в руке. Женой Зевса была богиня неба Гера, которую эллины почитали еще и как покровительницу брака и семьи. Были у владыки богов два брата и сестра Аид, Посейдон и Деметра. По сути, вот перед нами первая ступень верховных богов у древних греков – Зевс, Аид, Посейдон, Гера и Деметра. При этом Аид считался владыкой подземного царства, куда попадали души умерших людей. Его изображали с огромным трехглавым псом-цербером у ног. Этот грозный страж охранял вход в мрачную подземную обитель. Владыку Марии и колебателя земли Посейдона эллины представляли в виде могучего человека с большим трезубцем в руке. С его помощью он сотрясал землю и поднимал бурю в море. Деметра почиталась греками как богиня плодородия и земледелия. Ее часто изображали с пучком-связкой хлебных колосьев в руке. В каком мифе вам уже встречались дочери Зевса – Афина и Афродита и его жена Гера? В мифе о том, как начиналась Троянская война. Ну, вот, собственно говоря, об этом и повествует миф о начале Троянской войны. Все остальные олимпийцы – дети Зевса. Самыми почитаемыми был бог солнечного света и искусство Аполлон. Обратите внимание, богом солнечного света был Аполлон, а богом солнца был Гелиос. Греки разделяли даже эти вещи. Также очень почиталась богиня мудрости и знаний Афина, покровительница охоты Артемида. Сыном Зевса был бог войны Геарес. Самой прекрасной из олимпийских богинь была покровительница любви и красоты Афродита. Греки считали, что родилась она под цветом южных звезд из белоснежной морской пены, принесенной теплым ветром к берегам острова Кипр. Афродита будет в сердцах богов и людей любовь, потому царит над миром. Высокая, стройная, с нежными чертами лица и мягкими золотистыми кудрями, она олицетворяла божественную красоту и неувидающую юность. Жизнь олимпийских богов представлялась грекам как вечный праздник. Все свое время проводят они в пирах и развлечениях, вкушают божественный нектар, дающий бессмертие, вдыхают дым от жертвоприношений, совершаемых в их честь на земле. На пирах решают боги все дела, здесь определяют они судьбы мира и людей. Греки не приносили в жертву людей. Они обычно приносили какую-то еду, которая сжигалась на жертвенниках. И вот дым от этой сжигаемой еды, он, собственно говоря, как бы возносился к небесам и уходил к богам. Таким образом, боги могли ощутить то, что приносили им в жертву люди. Боги-покровители хозяйства. Греки верили, что у каждого из людских занятий есть свой бог-покровитель. Например, покровителем кузнецов считался сын Зевса Гефест, самый работящий среди богов-олимпийцев. Дни и ночи Гефест работал в своей подземной мастерской. Выколывая разящие молнии для отца, пиршественные чаши и ложи, на которых возлежат боги. Дым и огонь, поднимающиеся из его кузни, выходят на поверхность земли через жерла вулканов. Гефеста греки изображали в простой одежде и с молотом в руках. Земледельцы свои, покровительницы, считали Диметру. Они приносили ей жертвы, молясь о хорошем урожае. Кроме того, почитали они еще одного обитателя Олимпа – бога Диониса. По преданиям, именно Дионис научил людей выращивать виноград и делать из него веселящий напиток – вино. Покровителем путешественников и торговцев был Гермес. Это был бог-крылатый вестник Зевса. Он выглядел как юноша, у которого были сандалии с крылышками. Благодаря этим сандалиям Гермес мог очень быстро перемещаться по всему миру. Греки чтили также и множество полубогов, происходивших от брака богов и людей. Этих полубогов называли героями. Среди них были знаменитые Ахиллес и Тесей. Самым же прославленным среди героев Эллады был Геракл. В его честь устраивали спортивные состязания. Ему посвящали храмы и памятники. О подвигах могучего Геракла рассказывают греческие мифы. Собственно говоря, так, значит, вот вспомните, героями каких мифов и произведений являются Ахиллес и Тесей. Тесей является героем из мифа о Минотавре. Это еще до темных веков Греции миф, то есть это очень древний миф. А вот Ахиллес, он идет из поэмы Гомера Илеада о том, как шла Троянская война. Сын Зевса и земной женщины Геракл служил у коварного царя Эврисфея. По повелению Зевса, герой должен был совершить для этого царя 12 подвигов и лишь после этого обрел свободу. Выполняя поручение Эврисфея, Геракл голыми руками задушил чудовищного льва-людоеда, чью шкуру не могли пробить ни меч, ни копье. В те годы в Европе были львы. Также Геракл уничтожил ядовитую гидру, чудовище с телом змеи и девятью драконьями головами. По приказу коварного Эврисфея, всеми силами желавшего погубить отважного героя и, кстати, своего брата, Геракл даже привел Аидова пса Цербера. Самым же трудным оказался последний, 12 подвиг. Царь Эврисфея поручил Гераклу принести золотые яблоки, росшие на краю земли в саду Титана Атланта, державшего на своих плечах небесный свод. По пути Геракл повстречал великана Антея, сына богини земли Геи. Тот заставлял всех встречных бороться с ним, а побежденных убивал. Пришлось сразиться с ним и Гераклу. Много раз повергал Геракл Антея на землю, но каждый раз Антей вставал и оказывался сильнее, чем прежде, так как, коснувшись матери земли, получал от нее новые силы. Тогда поднатужился Геракл, поднял великана высоко над землей и задушил в могучих объятиях. Наконец Геракл достиг края земли, где небо смыкалось с землей. Здесь он увидел Атланта, державшего небесный свод. Он попросил помочь выполнить поручение. То есть Геракл попросил Атланта дать ему, собственно говоря, золотые яблоки. Титан согласился, но сказал, я дам тебе яблоки, но пока я буду ходить за ними, ты должен занять мое место. Встал Геракл на место Атланта. Страшная тяжесть обрушилась на плечи Геракла. Мышцы героя вздулись от страшного напряжения. Все тело покрылось потом, но благодаря нечеловеческим усилиям он сумел удержать небо, пока Титан не принес золотые яблоки. Подведем итоги. Древние греки населяли окружающий мир множеством богов. Каждый из бессмертных богов покровительствовал определенным силам природы или занятием людей. Гомерический смех. Безудержный, раскатистый смех. Выражение, связанное с описанием смеха богов в поэмах Гомера. Вопросы и задания. Как представляли себе греки смену дня и ночи? Так как они обожествляли абсолютно все явления природы, то у них была отдельная богиня для ночи, отдельная богиня для луны и даже отдельная богиня для утренней зари и росы. Какие явления, ну я уже описал, какие явления обожествляли греки, ну какие явления природы при этом обожествлялись? Ночь, заря, луна, солнце, ну то есть все, что окружалось. Даже солнечный свет имел отдельного бога-покровителя. Как представляли греки олимпийских богов и почему их так называли? Греки представляли олимпийских богов, ну как людей, только имеющих божественные силы. При этом олимпийскими их называли, потому что по представлениям греков боги обитали на высочайшей горе Греции, горе Олимп. Какие занятия греков нашли свое отражение в их религии? Ну, видно по богу Гефесту, что почитались кузнецы, видно по богине Деметрии, что очень почитались земледельцы, которые выращивали урожай. По богу Дионису видно, что очень почиталось виноделие. Кто такие герои, кого из них более всего почитали греки и почему? Герои это дети смертных людей и богов. Очень греки почитали многих героев, но более всего почитали героя Геракла. Геракл совершил 12 подвигов, поэтому заслужил очень большое значение в мифах Древней Греции.